Любовь Лакман, 21 год. Голос и призер универвидения 2017. По сути, тоже Евровидение, только среди студентов. Поет в шести лет. На один день она встанет в строй вместе с кадетами Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа. Это повод сравнить себя с будущими защитниками и ответить на вопрос «Я патриот?». Полторашка с кепкой. Куда меня еще поставить? В конец. Вот девочка, которая рядом со мной стояла, Настя, она так начала разговаривать, как будто ровесница, все клево. На мальчиков показывать. Ну, как будто подружку во мне увидела, захотела это обсудить. Они так не засмотрят. Я говорю, я старовата, наверное, буду немножечко. Она такая, а сколько тебе лет? 14, ну видно, что ли? Потом, когда заговорили про возраст, она сразу такая, все с вами понятно. Ну, вы обращались. Ну, это уважение. Они так проявляли, наверное, я думаю. Значит, напоминаю порядок. Команда подается газы. По этой команде закрываем, то есть, останавливаем дыхание. Можно воздух набрать. Закрываем глаза и достаем, срём маску с коробкой и одеваем. После одевания открываем глаза, делаем выдох и поднимаем руку. Время засекается по последнему. Поставили отделение на отлично 8 секунд, хорошо 9 секунд и удовлетворительно 11. То, что за 11 секунд считается неудовлетворительно. Так, отделение. Газы. В первый раз я вообще не поняла, что нужно делать. Наделась, сняла, смотрю, что происходит. Когда стали это делать на время, ещё задерживают дыхание, ещё и с закрытыми глазами. Я там подсматривала, конечно. Потом уже находчиво объяснили. Вот. И результаты с каждым разом улучшались. Отбой, ребята. Отделение 3,40. У мальчика, вот у него две руки, как у обычного человека. Он вот это вот всё начинает. Я думаю, откуда ещё две дополнительные взялись, как вот это вот. Но это настолько натренированность. Уже просто привычка. Они на дню, я не знаю, сколько раз они это делают. Это же постоянные тренировки. Понятное дело, что будут хорошие результаты. Поднимаем, застреливаем. Помедленнее. Чё там делать? Туда-сюда. Это, по-моему, как-то вот так выбивалось, да? В школе, на руках УБЖ мы это тоже всё делали. Мне никогда не получалось. Я просто посмотрела на всех, кто это делал быстро. И что-то там. Думаю, как вы вообще понимаете, что и куда ещё? И на время кошмар. Вот. А сегодня до меня наконец-таки дошло более-менее. Мальчик был хороший, который хорошо объяснял, очень доступно. Мне дошло. В школе объясняли 4 года. Не дошло. А здесь вот с 15 минут не дошло. Вот Настя, как раз-таки та девочка, с которой мы самым первой с ней познакомились, она по стрельбе, занимает по республике призовые места, развивается в этом, ей это нравится. В любом случае, это дисциплина, постоянные тренировки и просто уважение к таким людям. Даже не важно, девочки это или мальчики. За то, что они стараются, развиваются в этом, посвящают себя. Забирают. Круто. Со стороны, когда ты на это смотришь, на заинтересованных людей, глаза загораются всё равно. Ну, нравится себя заниматься, да? Нравится, да. Требует... Стрельба требует выдержки. Без изготовки стрельбы не будет. Кадета Василий 5 пуль получила. У нас пятенец Лаквен 5 пуль получила. Стрельба, вперёд. Погонки. До конца, до конца, до щелчка. Вон. В какой стороне? В этой стороне. Вот этой, вперёд. Да, 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 остренький, да. В тире я стреляла в школе, может, пару раз. Просто нужно навести вот это вот, на вот это вот. И на цель, и всё получится. Просто, чтобы картинка правильно сложилась, и всё. Оружие положить. Ну, это были определённые команды. Перемещение автомата, там, то за спину, то на грудь. То есть, ну, на определённой позиции. Нужно было это делать технично, подсчёт. И всё это так быстро, что-то ногу, руку там. Ну, похоже, было на танцы больше. Изначально, когда я смотрела, думаю, о, что-то интересно. А оказалось, автомат будем вокруг себя крутить. Мальчик был очень хорош, который объяснял. Правда, смотрел с таким сожалением на меня. Господи, бедолага. Стоит, улыбается. Я о том запуталась в этом ремне. Боем! С колена, да? Так, чё там, чё там? Ты обещала поддаваться. Ну, они помогали в любом случае каждый раз. Вот куда бы мы ни пришли, они подсказывали, как-то направляли. Такие все воспитанные, вежливые. Вперёд пропускают. Там, если один кто-то не пропустил, другой ему там по плечу даст, скажет. Ты чё, девушка вперёд? Ну, вот здесь, наверное, воспитывают настоящих мужчин. Такими, какими они должны быть. Я считаю их очень благородными. Потому что, ну, они не бездельничают, они не занимаются какими-то вот посторонними делами, которыми занимаются обычные подростки сейчас. Они посвящают себя полностью учёбе, физподготовке. Ну, они же военными потом после этого становятся. Они же, скорее всего, все поступают, я думаю, и идут по этой части. То есть они отдают свою жизнь, если можно так сказать, на благо своей родины, своей страны. Чтобы защищать. Это благородно. Ну, вот я что заметила. То есть если в строю не хватает человек для того, чтобы это сделать всё симметрично, ставят так, чтобы границы были полными. Могут быть пропуски внутри, но границы полные. То есть, чтобы это было что-то такое обособленное, то, что может защитить. И когда вы стоите плечом к плечу, друг к другу, ты прям чувствуешь, что вы одно целое. Идёте синхронно, все команды выполняете синхронно. Вы должны как один человек это всё делать. Это же, ну, естественно, нужно чувствовать друг друга. В первую очередь командира. Благодарю за службу. Служба России. В этом городе. Вольно. Вольно. Любой человек любит тот город, в котором он живёт. Любит страну, республику, культуру. И если он бережно ко всему этому относится, уважительно. Я считаю, человека можно назвать патриотом. Если он готов на какие-то сильные поступки, чтобы встать и грудью защищать свою страну, то тоже патриотизм, естественно. Исполнение патриотических песен о нашей стране. Любовь именно к народной культуре, к русскому, пусть это будет русское народное творчество, чувашское творчество. Уважительное отношение к нему, исполнение этих песен, знания их. Это тоже патриотизм, который появляется в музыке. В горнице моей светло Это от ночной звезды Матушка возьмёт ведро Молча принесёт воды Матушка возьмёт ведро Молча принесёт воды Вот Очень нравится мне эта песня Молча. Молча. Редактор субтитров А.Семкин Галактика. Молчаик.